Несущие конструкции в аварийном состоянии. Пребывание в здании опасно для жизни и здоровья. Такой вердикт эксперты вынесли в 81-й школе больше двух лет назад. Здание на улице Самарской опустело, учеников временно разместили в 12-й школе и в энергетическом колледже. Первый анализ постройки показал, восстановить школу нельзя, нужно строить новую. По сампинам в здании новой школы могут разместиться около сотни детей, а 81-й учится в семь раз больше. Городская администрация стала инициатором проведения повторной экспертизы. Более тщательное обследование показало, можно не сносить, а ремонтировать. Были проведены геодезические и лабораторные измерения. Специалисты обследовали все несущие конструкции, перекрытия, фундамент и инженерные сети. Школа выстоит, но ремонт грядет глобальный. Контролировать процесс будет специально созданный общественный совет. На днях объявят конкурс на разработку проекта. Капремонт планируют начать следующим летом. В городском бюджете уже предусмотрены средства на первый этап работ. Теперь власти Самбары собираются добиться софинансирования из областного бюджета. Не дожидаясь окончания проектных работ, точнее говоря, не дожидаясь окончания экспертизы по ним, мы уже будем работать с правительством области по привлечению этих средств на выполнение капремонта. Безусловно, глава города будет обращаться, Николай Иванович Меркушкин, он нас слышит и помогает в таких вопросах социально значимых. Тот капремонт, который будет осуществляться, он фактически из себя представляет строительство старой и новой школы. По большому счету от нее останется один остов, который, так сказать, будет примет железобетонную основу и фундамент. Надо набраться терпения, мудрости. По такому же принципу в Самаре уже были реконструированы 27-я и 83-я школы. Планируется, что в родные кабинеты учителя и ученики 81-й вернутся в сентябре 2015 года. А чтобы младшие классы в период временного переселения чувствовали себя комфортнее, уже в следующем году откроют новый пристрой к школе номер 12. Марина Кравцова, Константин Головин. События.